А к нашему эфиру присоединяется Дмитрий Низовцев, представитель команды Алексея Навального, журналист. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Фридом. Сегодня у нас 1 сентября, День знаний, и практически во всех российских школах он начинается с урока, который называется «Разговор о важном», где детям в том числе сегодня рассказывали о так называемой СВО, о том, как Россия воюет против всего блока НАТО. И вот один из таких уроков провел Путин. Пресс-служба Кремля сообщила, что на нем будут присутствовать 30 школьников, это победители международных олимпиад и конкурсов. Как вам вообще вот такое начало учебного года? Ну, из классической картины «Путин и дети», которая и сегодня, и последние 22 года в Российской Федерации происходит, а из картины сегодняшнего дня меня больше впечатлила как раз картина где-то получасовой давности, где не вживую Путина с ребенком общался, а по видеосвязи. Девочка была из Мариуполя, рядом с ней был гнилостный Пушилин, и девочка стала говорить Путину «Большое спасибо за то, что я в безопасности иду в школу, большое спасибо, что у меня теперь все нормально и все наладилось». И, конечно, хочется кричать тем, кто составил ей эту речь, а что было, а кто напал, а что было с этой школой, за что девочка благодарит. Кстати, Пушилин умудрился, если вам попадется это видео, он даже речь этой девочке умудрился испортить, он там что-то заволновался, что она что-нибудь не то скажет, и стал там ее перебивать, мешать ей. А так, да, Путин всегда выступает, Путин всегда встречается с детьми, для него, наверное, это такое показатель, что я там молод, и я действительно в тренде, как вот Стив Бушими на классической картинке «How do you do fellow kids?» Вот это вот Путин, он такой. Здесь, правда, были прогнозы накануне этого дня, что Путин каждый раз пеет во время выступления перед детьми что-нибудь стыдное и позорное там бывает. То он нарисует кошку какую-то со спины, и все разбирают, что это за позорище, кто говорит там, общаясь с детьми, там, про резиновую попу, как это было один раз на встрече с другими детьми, и так далее и тому подобное. Здесь, по крайней мере, дедушка не осрамился, по крайней мере, не оступился, не сказал что-то стыдного. Уже хорошо, я думаю, уже поглажут себя имиджмейкера его, и рады, что, по крайней мере, так. А так, конечно, ужасно, что, ну, вот он говорит там про СВО, он говорит, что НАТО угрожает, но мы от него это привыкли видеть. Пусть он становится таким смешным персонажем, у которого все время одна и та же пластинка. Чем быстрее станет смешным, тем скорее его удастся сковырнуть. И о других темах хотели поговорить. Межгосударственный авиационный комитет России в настоящее время не проводит расследование крушения самолета Пригожина, компании Embraer. Здесь важно сказать, что это бразильская компания, ее специалисты, да, они заявляли, что они готовы приехать, они готовы помочь в расследовании. И этот самолет, они знают, как никто другой, могут определить, что стало причиной аварии, но им заявили, что это был внутренний рейс, и вот никаких международных экспертов нам не нужно. Наш, мол, следственный комитет все скажет. Как вам вообще такая реакция? Ну, она вот больше похожа, знаете, на явку с повинной какую-то. Ну, явка с повинной, это когда приходишь, и тебя ждет какая-то кара, и чтобы она была меньше, ты приходишь и говоришь, как на самом деле было. То есть преступник ждет какой-то кары и хочет, чтобы она была как можно меньше. И вообще, так-то глубоко поскребя, можно найти, что этот преступник очень не хотел, чтобы это случилось, вернись в прошлое, он бы этого не сделал. Здесь явка, признание, но такая гордая. Вот в рекламе Фридома, канала Фридом, да, вот есть Путин, который горделиво сидит и передается в том, что действительно он напал на Крым, он гордится этим, он хвастается этим, и для него это норма, и он даже знает, что он врел, но что он врал раньше, что Крым там самостоятельно пересадился к России, вот, он хвастается и понтуется. И здесь тоже, да, вслух, они не говорят пока что, что Пригожина убили мы, но косвенно они всячески намекают, что действительно это сделал Кремль, это было сделано потому, что там Пригожин доигрался, с Пригожин надо было разобраться. Они хвастаются этим, и я удивляюсь, почему Песков очень аккуратно прокомментировал эту тему с бразильским самолетом, там начал что-то изворачиваться, там стал говорить какие-то отговорки, но, тем не менее, меня не удивило, что Песков прокомментировал эту тему и сказал, что да, действительно, мы не хотим этого расследования, то есть они действительно показывают, что мы не хотим этого расследования, почему? Ну, потому что вы сами понимаете, почему. Все же очевидно, мы действительно Пригожина убили, и мы действительно этим гордимся, вот для них это такая ценная специальная операция. Они гордятся, что они кого-то убили. И сейчас не 2004-2008 год, когда им было стыдно, что они убили Литвиненко, или убили Магнитского, или еще кого-то убили. Сейчас они хвастаются этим. Они понимают, что сгорел сарай, сгорели хаты, им уже ничего не будет. И им, наоборот, нравится. Они гладят себя по груди, понимая, какие они страшные, опасные палачи и убийцы. Они только этим гордятся. Я жду еще немножко, когда Путин попадет на какую-то относительно свободную пресс-конференцию. И его спросят про, например, действительно ли вы покушались на Навального. Он же тогда раньше отпирался. А сейчас он не то чтобы скажет, да, я его убивал, но вполне может быть, что он скажет, что, ну, сделай такое, да, как он имеет деликатный намек о том, что я этого не делал. Из которого все поймут, что он это делал. То есть аккуратненько признается, потому что он сейчас на той почве, где он гордится тем, что он кого-то убил или пытался убить. Ну да, такой почерк маньяка. Скажите, вот на этой неделе в Петербурге похоронили главаря ЧВК Вагнер Пригожина. И вот вся эта история с похоронами, да, когда то одно кладбище называлось, то другое. В результате вот на Пороховскую пришли человек 30, не больше. Потом история всплыла с этим видео из Африки. Потом несколько телеграм-каналов написали, что на месте захоронения Пригожина видели некую Ирину Красавину. И это жена одного из самых известных двойников Пригожина, Леонида Красавина. И пишут, что женщина была очень подавлена. Что бы все это значило? Как вы полагаете, кто здесь и кого пытается запутать? Ну вот в российской политике и около политики есть такие социумы, которые всегда играют по каким-то правилам. Вот есть, например, партия ЛДПР, когда был Жириновский, и в ее задачу входило говорить какими-то отрывчатыми, громкими лозунгами, порой безумными, порой какими-то очень популистскими. Жириновский делал это лучше всех, остальные подражали. Жириновского не стало, сейчас его преемники тоже пытаются это делать, но делать это крайне уныло. Там очень унылый персонаж Леонида Суцкий возглавляет ее, и он там тоже пытается эпатировать, но у него получается крайне-крайне плохо. Вагнер и околопригожинская структура, их работа, их цель последние годы до нападения на Украину было какое-то троллирование окружающих, какие-то намеки, какие-то запачкивания окружающих. Кто-нибудь там распускает случай, что с Навальным встретились, кто-то запускает какой-то фейкового Пригожина, который приехал в Литву. Что было ничего не понятно, но в то же время что-то очень мутное. Вот они как бы срывают выборы в США, а вот вроде как не срывают. Вот они там устраивали показ какого-то Пригожинского фильма в Нью-Йорке, его сорвали, а может быть не сорвали. И вот непонятно что. И то, что было на похоронах, это, хочется верить, такая лебединая песня Вагнера и пресс-службы компании «Конкорд», которую возглавлял Пригожин, пресс-службы Евгения Викторовича, как они там себя называли и так далее. Вот эти все структуры, ну они что-то такое подобное и делали все эти последние годы. Где Пригожин, почему он там, а действительно ли он в Африке, он отрицает, что он там, я же прекрасно помню эти все времена, когда он отрицал, что имеет отношение к Вагнеру, он отрицал, что имеет отношение к компании «Конкорд», он отрицал, что имеет отношение вообще к какой-то карме. Потом, когда пришло время, он стал это все признавать. Ну вот так и здесь, они просто делают какие-то пассы руками для того, чтобы всем было непонятно. Другое дело, что при жизни Пригожина было относительно понятно, зачем он отпирается. То есть там Вагнер выполнял какую-то грязную работу, он не хотел пересекаться, ему давали поручение. Делайте, но не показывайте, что вы там с нами пересекаетесь. Делайте ее самостоятельно, не пересекаетесь с Кремлем, не показывайте, что Кремль имеет к этому отношение. Вы как будто бы независимый Пригожин там это исполнял, там пачкал, троллировал, что-то еще и все. Здесь люди, ну скорее они по привычке, по традиции, по инерции все это делают. Вот интересно, как долго они это будут делать, но мое ощущение и моя информация такая, что да, и Вагнер, и Конкорд, и все остальные бизнес-структуры раздербанивают, разбирают, на стадии Пригожина разбирают. Вот эти вот тролльские замашки, они тоже совсем скоро закончатся. Ну вот это вот было их такое прощание во всех смыслах. Вот мы с вами говорим 1 сентября, как раз 9 дней со смерти Пригожина. Ну вот в эти 9 дней давайте вспомним, чем был известен покойный и что пытается делать его организация. Ну вот они это делают крайне плохо и скоро, я думаю, прекратят. Вчера Стрелков Гиркин заявил, что выдвигает свою кандидатуру на предстоящих выборах президента Российской Федерации. Вот об этом сообщил его официальный телеграм-канал. Ну знаете, я вот читала это обращение и какие-то там сплошные дифирамбы Путина у него получились. Мол, Путин слишком доверчив, поэтому его 8 лет за нас водили там и Обама, и Трамп, и Макрон. Он, Путин слишком добр, поэтому все силовики у него до сих пор на своих местах. А я вот, мол, не такой, я приду и наведу порядок. Что это вообще было? Ну, относительно Гиркина, мы всегда когда смотрим в его сторону, мы видим количество подписчиков в телеграм-канале. Мы вспоминаем, что вот он там был министром ДНР, он сделал большой вклад в то, что захватывался Крым и так далее. То есть какие-то вот его подвиги. Но если вдаваться в детали вообще его биографии, Стрелков человек глупый. Ну просто глупый. Вот, например, вспоминается пример там, он сам же это говорил, что, ну он не говорил, что я глупый, но он сам рассказывал, что когда ездил на службу в ФСБ, он выходил из метро и покупал газету Дуэль. Ну, газета Дуэль, это газета, которую как бы стыдно покупать совсем необезумевшему человеку. Газета Дуэль это так, где было написано, что Холокоста не было, про то, что американцы не высаживались на Луне, про то, что американцы на самом деле работают над Ельциным и там распространяют над ним волны. И вот это все, конечно, было такое, ну оно имело право, да, в России была такая свобода слова, и можно было продавать и печатать все, что угодно. Это печатало, что оно имело право на существование, но человек, который это читает, и человек, который в 2023 году признается о том, что я это читал, уважаю, респект, ну мы понимаем с вами, насколько это глупый человек. Что касается его политической платформы, ну вот для него норма, что он будет, каким бы ни был таким царем, он будет все равно ему кланяться. Даже вот этот царь его посадил, ну вот Гиркин считает, что власть Путина, она крута, и в глубине души он считает, что Путин красавчик, в том числе красавчик, что посадил меня Стрелкова. Да, он там осуждал его за то, что война идет не совсем так, но это было скорее потому, что это расходилось с образом Путина, который Стрелков себя нарисовал. Он нарисовал себя Путина как такого мощного полководца-маршала генерал-ресимуса Сталина, который сейчас все завоюет, а этого не происходило. Поэтому он его критиковал и говорил, что он был на команду еще не прав. Но он все критиковал, это довело его до тюрьмы, но тем не менее Путин для него, это человек, который такой персонаж вот этой самой газеты «Завтра», персонаж, которого он ждал в 90-е годы. Вот ему нравилось читать про сталинистов, про Сталина и про то, что усатый был прав, он хотел его, вот он получил Путина, он все эти годы восхищался и выполнил его приказания когда-то. И вот сейчас он такой, его главная критика к Путину, что Путин, ну ты что-то не до конца Путин, тебе надо быть еще большим Путином, чем ты являешься на данный момент. Вот поэтому его политическая платформа, она именно такая. Ну, конечно, вообще политическую платформу Диркина слишком долго обсуждают. Понятное дело, что ничего близкого с его выдвижением на выборы в юридическом смысле, конечно же, не будет по 100 тысячам разных причин. Вы знаете, вот многие турбопатриоты почему-то испугались этого заявления Гиркина. Вот Губарев, который когда-то объявлял себя губернатором Донецкой области, написал сегодня просто, что вот Гиркин сошел с ума. Ну, сказал Паша Губарев, который сошел с ума еще раньше, который стоял в каких-то очень комичных там одиночных пикетах и давал крайне спешить. Средняя температура по палате, да. Да-да-да, он же абсолютно дикий чувак, так что ну пусть они грызут друг друга. Конечно, грустно, что они совсем скатываются до мышей, до каких-то вшей, потому что была надежда, что вот эти турбопатриоты будут грызть настоящих патриотов, ну, как не настоящих патриотов, а таких ура-патриотов, которые там за войну и хотят, чтобы они перегрызли друг друга. Но вот эти люди настолько смешны и настолько бездарны, что они очень быстро рассыпятся, и поэтому надежда только на нас с вами, на наше оппозиционное движение, а на наш с вами, на то, что Украина победит в этой войне и выгоним Путина вместе с Кремля. Не Губарев и не Гиркин, а только мы с вами. В Кремле определились, кто пойдет на президентские выборы в 2024 году, и вот главный критерий отбора кандидатов, как оказалось, это возраст. Как утверждает издание «Медуза», ссылаясь на свои источники, среди зарегистрированных кандидатов не должно быть политиков моложе 50 лет. И вот по оценке чиновников администрации президента, наличие таких кандидатов в бюллетене может заставить россиян задуматься о том, что Путин уже не тот человек, который приходил к власти с твердой рукой. Как вам вообще такой подход? Я почему, слушая вас вопрос, так сильно улыбался, потому что я вспомнил, что когда я в прошлый раз был на Фридоме, мне задавали вопрос, говорили, а правда, что Пригожин может погибнуть до конца года? И это прогнозирует Христо Грозев. Я говорил прямо в эфире. Фридом говорил, да нет, я с Христо готов поспорить, этого не будет. Это было 20-го примерно августа. Да, Христо говорил, что ближайшие полгода, да. Да, ближайшие полгода это случится, его или свергнут, или убьют. Я такой говорю, да нет, Христо не прав. И поэтому сейчас об этом вспомнил. И вот тоже мой прогноз про выборы, так что через эту призму смотрите. Но, тем не менее, конечно, выборы будут. Давайте, да, я такой прогнозирую, пусть тогда их не будет, если скажешь, что не будет. Выборы в России будут, но главная задача у кандидатов, это быть слабыми кандидатами против Путина. Он применял еще так давно, он применял это в 2004 году. Он выпустил самых смешных представителей КПРФ, ЛДП, даже не Жириновского и Зюганова, а их там слуг и охранников, он тут соперничал с ними. И с годами это тактика не менялась, всегда ему были важны, что были соперники слабые. Я думаю, что будет соперником ему Явлинский и еще парочка вот таких вот персонажей, которые там такие оппозиционеры второго, третьего ряда прямо сейчас. А парочка это кто может быть? Кто? Я думаю, что это будет Сергей Миронов, хотя бы потому, что он старенький. Это тоже там, это может подойти администрации президента. И ЛДПР, ну вот не похоже, что это будет Слуцкий, потому что он может наговорить там то, чего его не просили. Ну вот какой-то будет тоже там какой-то там помощник, заместитель Слуцкого, какой-то совсем предсказуемый персонаж. Я думаю, критерий здесь не возраст, а то, что человек не сделает то, чего от него не ждут. Вот Явлинский за десятилетия доказал, что он этого не сделает там чего-то плохого. Медведев, главная его ценность для Путина была в том, что он соблюл свои договоренности. В 2008 году он место Путина там занял, и в 2012 году его очень легко уступил. Путин это очень ценит, и до сих пор, несмотря на то, что Медведев тоже поехал кукухой, он его держит. Так что соперниками будут, я не очень верю Медузе, что это будут там 50-летние, 60-летние. Главное, чтобы они были предсказуемые, и чтобы они были не очень популярные. Вот это вот будет, да, хорошо. Поэтому какие-то хотя бы хоть немножко харизматики, конечно, до выборов не допустят. Ну и срывать выборы Кремль не будет, это понятно. Песков хоть и сказал, что это будет бюрократическая всего лишь формальность, но тем не менее она будет, и выборы будут. Но не такие будут, не выборы, конечно, а комизм сплошной. Ну а Зюганов тоже пойдет, как вы думаете? Зюганов не очень похоже, потому что, ну там уже просто несерьезно на него смотреть. Конечно, Путин рад соперничать с пожилыми, но там уже прям, ну совсем развалено, и там просто печально. А какая бы ни была избирательная кампания, но там все-таки работа какая-то требуется. Если там кандидат, не знаю, умрет во время подготовки к выборам, это будет срыв этих выборов, это будет плохо. Хотя бы из-за того, что кандидат не должен умереть во время подготовки к выборам, я думаю, что этого не случится, слишком большие риски. Еще один вопрос хотели с вами обсудить. Соратники Алексея Навального призвали Евросоюз включить в санкционные списки музыканта Романа Билыка, известного как Рома Зверя, поскольку он поддерживает агрессию России против Украины. В то же время установили расследователи, что Билыку принадлежит вилла на Канарских островах. Знаете, здесь важно вспомнить, что в начале полномасштабного вторжения группа Звери, лидером которой Билыка является, она сделала заявление, что выступает против войны. И вот 22 августа он едет в оккупированный Донбасс, выступает перед российскими военными, которые убивают украинцев, стирают города с лица земли. Как это вообще могло такое произойти? Ну да, здесь два вопроса. Как его сломили? Судя по всему, я тоже над этим просто долго думал, и я согласен с той версией, что действительно он был антивоенным товарищем, но в начале июня проходила информация о том, что на него началась какая-то проверка, и вот ему сказали, давай. Но просто классическая уже пошла такая цитата, там все были учениками, но почему ты стал первым учеником скотина? Это, да, относительно Билыка подходит. То есть ему сказали, ну ты, конечно, можешь там аккуратненько поддерживать, но зачем? Мы можем тебе, можешь полностью, ты все равно уже ввязался, ты все равно уже влип, так что давай уже отрабатывай по полной. И вот он едет туда, далеко не каждый доезжает, а тут, докуда доехал Билок. А скажите, он сам ехал, или это вот вся группа Звери ездила, или он как-то сам ездил? Судя по той информации, которая есть, там только часть, буквально он и еще пара чуваков. Я не знаю, как сейчас выглядит состав группы Звери, я помню, что где-то в начале 2000-х это был такой квартет или квинтет даже, сейчас там буквально с Романом было еще парочка человек. Ну группа Звери, конечно, герои 90-х уже скорее, ретро-ФМ, они не особо сейчас популярны, поэтому весь состав не помню. Это да, я знал, в начале 2000-х. Вот, и вот, он отрабатывает теперь по полной, потому что ему сказали, ну зачем ты будешь там по чуть-чуть, наполовинку, давай, а мы тебя там отблагодарим. И здесь мы уходим на ответ на второй вопрос, почему вообще стоит его третировать, стоит его критиковать. Санкции, да. Да, потому что я этот вопрос вижу, я вижу там какие-то подначки в социальных сетях. Вот Белык, он не коррупционер, он там ничего там не украл, он уже в Кремле не работал, он заработал все концертными, в том числе там свои испанские какие-то владения. Но мы с вами прекрасно понимаем, что человек, когда выступает там, где выступал Рома, когда он поет о песне в поддержку этой войны, он становится сопричастным с агрессорами этой самой войны. Агрессоры войны, у них характеристики такие, что они призывают воевать в Донбассе, нападать на Украину, но в то же время жить они хотят в Испании. Это всегда вот две такие обязательные черты этих людей. Но вот жить в Европе им давать, конечно же, нельзя, потому что они за войну, они за Россию, они за самое ужасное. Речь не о коррупции, это ложное какое-то обвинение, которое на то приплетает, что вы там упрекаете Романов коррупции. Нет, не упрекаю. А он агрессор, он пособник этой войны. У нас есть таких целых 6 тысяч или уже 7 тысяч персонажей, которым мы внесли список специально, такой называется список 6 тысяч людей, которые мы требуем, чтобы были под санкциями. Роман тоже должен быть под санкциями. Наши юристы ФБК над этим работают. А я вот вспомнила, ваша команда тоже, ведь в Испании нашла виллы путинского такого певца, Денис Майданов есть такой, и, по-моему, еще Пореченкова, да, и тоже в Испании была вилла. Да, нашла наша команда, посетил некто Дмитрий Низовцев, это самое владение, и был в бассейне Пореченкова, и был рядом с домом Дениса Майданова, все это было, и документы тоже направлены, и тогда спасибо, опять же, нашим дизайнерам, я там был плакат, и вот плакат на дом Пореченкова, здесь живет путинский певец, здесь живет путинский артист, вот это все было там повешено на их дома, так что, ну, в этот раз до дома ДЛК не добрались, но гораздо важнее подать было документы, чтобы его этого дома лишили, и, может быть, не знаю, какие-то украинские беженцы туда вселили, или просто какие-то хороших людей. Ну вот таблички повешены, документы были отправлены много месяцев назад, да, а есть какая-то реакция на это? Ну вот, к сожалению, да, бюрократия работает так, что они не торопятся с этим всем, но когда-то жареный петух и клюет, и они такие, о, черт, надо туда принимать, ну, не хочется каких-то страшных расплат для них, но вот когда-то они все это сделали. То есть еще раньше команда Навального говорила, там, кого нужно отправлять под санкции, еще раньше говорила, там, с Путиным надо бороться, и не надо, там, с ним торговать, нужны санкции против российской экономики, они кивали и говорили, да, возможно, напали на Украину, такие, о, да, давайте, надо срочно принимать. И вот сейчас то, что мы, там, 6 тысяч негодяев им отправляем этот список, говорим, они такие, ну, да, когда-нибудь, понимаете, как все сложно, вот придет время, и окажется, что все было несложно, и со всем справиться можно. Ждем, когда-то они все это сделают, и романы внесут, и всех остальных негодяев повесим. Да, Дмитрий, спасибо огромное, спасибо за эту интересную и содержательную беседу, за вашу работу, за то, что находите время и включаетесь в наш эфир. Зрителям напомню, Дмитрий Низовцев, журналист, был в эфире «Фридома». Спасибо, всегда рады видеть. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова